Модернизация ЖКХ оправдала ожидания людей. Ремонт дома номера 4 по улице Карбышева оказался одним из наиболее удачных примеров работы программы. О том, как аварийный дом стал элитным, расскажет Серегжан Молитбай. В доме на Карбышева 4 когда-то обваливалась плитка. Жители страдали от постоянных прорывов труб. Дом трещал по швам, не было холодной воды, электричество. Постоянно сгорали щитовые. В 1998 году первый этаж покинул Юго-Восточный РУВД, а работники рядом стоящего рынка сделали из первого этажа этого дома общественный туалет. С этого и начались все беды. От безысходности жители написали просьбу о помощи Нурсултану Назарбаеву, после чего к ним пришли из аппарата Акима с проверкой. Дом, наконец, признали аварийным. Как вот покинут был первый этаж, приходили посторонние люди, приезжали они, кто снимал окна, кто снимал двери. И в результате первый этаж остался пустым, без окон, без дверей. Пришлось собрать подпись со всех жителей и написать письмо в Астану. Ныне не Астана, а как она называлась? Ак-Мала, да. Написали письмо, жалобу. В 2011 году жильцы начали ремонт по государственной программе модернизации ЖКХ. Жители долгое время не соглашались подписывать протокол о собрании, думая, что это очередная финансовая пирамида наподобие МММ или валют транзитбанка. Вешали объявление, чтобы никто не верил председателю КСК. Но он не растерялся и продемонстрировал преимущества этой программы. Строительная компания «ЮТЕКС», там у меня очень хорошие друзья, руководители. Я попросил, чтобы они начали ремонт внутренку, в коридорах, чтобы людям войти в доверие. Если Горкомхозель Акимат откажется от программы, то я взял на себя, что выплачу за внутренку. Ну, и вот с таким договором начали. Так получилось, когда увидели, что идет ремонт, что это люди начали подписывать протоколы собрания. По программе были восстановлены вентиляционные системы и парапеты. Дом полностью теплоизолировали. Заменили все трубы водоснабжения, горячей и холодной воды, канализации, установили новый элеватор. Счетчики электричества перенесли в одну комнату. Если раньше должники, которых отключали за неуплату, подключали самовольно, то теперь этого сделать не получится. В подъезде установили новый лифт, сделали ремонт, заменили окна. Также в этом доме есть консерв, круглосуточное видеонаблюдение. Благодаря камерам в подъездах удастся установить личности воров в случае краж. Благодаря вот этому видео, мы сейчас, кто выставил мусор, сразу подходим к ним, стучим, пожалуйста, заберите вежливо. Вот 88-ю квартиру обокрали, 8 тысяч долларов. Весь семейный запас был разбранен. И буквально пришли следователи, включили вот эту самую базу данных, посмотрели, через 15 минут выявили преступника. В целях экономии электричества для освещения коридора установили датчики движения. Жильцы не платят за пользование электроэнергией в подъезде. Лифт, лампочки, видеокамеры получают электричество от солнечной батареи, которая находится на крыше дома, производства США. Всего с бюджета на этот дом было потрачено 151 миллион тенге. Гарантийный срок – три года. По правилам, те дома, которые проводили ремонт по модернизации ЖКХ, получают подарок программы «Мой двор» и «Карта города». В их дворах установят детскую площадку, а также заасфальтируют дорогу. Рекомендую для наших горожан, каргандинцев, пожалуйста, пусть уходят и модернизируют свои дома, раз есть такая программа президента. Жители дома довольны ремонтом. Они проверяли качество работ через независимых экспертов, которые дали положительный отзыв. Валентина Митилёва за ремонт по госпрограмме заплатила всего 30 тысяч тенге. Мы, как жильцы, благодарны очень, что вообще есть такая программа. И для нас не очень напряг, если так сказать можно, что расплачиваемся потихонечку. Спасибо президенту, спасибо нашему правительству за то, что сделали такую программу. Власти города планируют провести работы подобного рода еще в нескольких домах. Один дом на Карбышево и другой на Волочаевска ждут в своей очереди. Там будет производиться ремонт подвала, кровли, термомодернизация, установка лифта и так далее. И в 2012 году, в феврале месяце, мы провели там собрание, потом провели где-то еще через две недели собрание. Объяснили все условия. Жители приняли с удовольствием. Однако проведенными ремонтными работами недовольна одна жительница. Она подала в суд на горкомхоз. Слушание состоится 29 августа. Сможет ли она доказать свою правоту, мы расскажем вам в ближайших выпусках. Серегжа Маулитбай, Олжас Габасов, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский.